Привет! Меня зовут Хатя. Это новый выпуск Факт или Фейк. Мы продолжаем разбирать, где правда, где ложь и манипуляция. Но прежде хочу напомнить, что наш веб-сайт переехал на новый адрес – Savanews.tv. Ссылка в правом углу экрана. Источники сообщают, в боях врага поддерживают солдаты удачи из Грузии. Информацию подтверждают и наши добровольцы. С наемниками они сталкиваются не в первый раз. Грузинским наемникам ВСУ отрезан путь домой. Участие в войне стало для них билетом в один конец, утверждает российская Царьград ТВ, известное пропагандистское орудие Кремля. В этот раз его мишенью стали грузинские военные, сражающиеся на стороне Украины. Серия публикаций о грузинских наемниках не случайна. Она совпала с активными боевыми действиями в Курской области. Основной посыл – грузинские наемники убивают русских под Курском. На фоне наступления ВСУ в сети начали циркулировать фото и видео, подтверждающие присутствие в регионе грузинских добровольцев. На некоторых из видео они обращаются к войскам РФ, напоминая им о российской агрессии в Грузии в 2008 году. Когда Россия оккупировала 20% грузинских территорий, российские военные, конкретно 71-й мотострелковый полк, которого расъебашили потом, написали такое на стене предложение. Товарищи грузины, учите с настоящим военным делом. Приедем, проверим. Мы по этому совету пошли, научились хорошо и вместе с украинцами приехали сдавать экзамен на вашей территории. Если нужно будет, еще раз приедем и пересдадим. Царьград утверждает, что грузинские власти выступили против участия своих граждан в войне на стороне Украины и наемникам могут грозить серьезные сроки на родине. Однако это очередной фейк, построенный на недостоверной информации. Прежде чем разберемся в том, как родилось это предположение российской пропаганды, спросим у жителей в Тпилиси. Считают ли они, что грузинские власти преследуют добровольцев? О сроках в пропагандистском издании, очевидно, заговорили после публикации другого СМИ, инсайдера, где приводятся слова командира грузинского легиона Мамуки Мамулашвили о том, что 300 бойцов легиона объявлены в розыск в Грузии. В интервью с САВИ эту информацию он опроверг. Инсайдер, что более 300 грузинских бойцов из грузинского легиона объявлены в розыск в России. И это неправильная интерпретация информации. Наверное, они что-то не так поняли. Позже издание добавило обновление в материал. Мамулашвили уточнил, что оговорился и в действительности 300 бойцов из грузинского национального легиона объявлены в розыск властями России, а не Грузии. То, что это фейк, становится очевидным, если учесть, что как минимум пять вернувшихся из Украины добровольцев, Давид Кацарава, Надим Хмаладзе, Лаша Чехладзе, Лаша Руха и Гелака Хабришвили, на свободе и не получили сроки за участие в войне. Несмотря на это, в одном Царьград прав. Официально власти Грузии действительно неоднократно выражали свое неодобрение участия граждан в боевых действиях на стороне Украины. Здорово, что на сегодня политика грузинской власти, в отличие от сказанных некоторых республик дружественных, не работает на популяризацию службы на стороне ВСУ. Конфронтация между официальным Тпилиси и грузинскими добровольцами в Украине усилилась сразу же после начала полномасштабной войны. Первоначально желание грузинских бойцов отправиться на фронт вызвало дипломатический скандал. Президент Зеленский отозвал посла Украины из Тпилиси. Лидеры грузинской мечты заявили, что не давали разрешения на выезд добровольцев, считая это присоединением к войне. Вскоре власти пригрозили добровольцам лишением гражданства. В прошлом добровольцы подозревали, что власть Тпилиси передает их персональные данные российским спецслужбам. А за три месяца до выборов власти Грузии активизировали расследование по делу о предполагаемом государственном перевороте, начав массовые допросы добровольцев, участвующих в войне в Украине, в качестве подозреваемых и потенциальных соучастников. Меня зовут Хатя, вы смотрели «Факт или фейк?». Не пропускайте наши выпуски, чтобы узнать больше правды. А также не забывайте подписываться на САБУ в соцсетях и поставить лайк. А также поддержать нас донатом. Все ссылки есть в описании. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok